1, 2, 3, 4 Привет, чемпионы! На связи MSMK по плаванию на открытой воде Даниил Серебренников. Сегодня на независимом обзоре MadWave Batsuit Rapid. Сейчас разберем, для какого направления, дистанции, температурных условий и уровня пловцов он подходит. Первым делом мы увидели, что гидрокостюм из неопрена шейка одевается достаточно быстро. Хотя он немного жестковат. И это, с одной стороны, хорошо. Дополнительная компрессия позволяет уменьшить излишнее сопротивление при продвижении тела в воде. А это маленький, но плюсик в корзинку к пловцам выше среднего уровня или к профессионалам. Еще один плюсик этим же ребятам мы дадим за толщину неопренов в ногах. Как вы заметили, ноги у меня начинают тонуть, а при выдохе они вообще опускаются. А это значит, что самым начинающим пловцам этот гидрокостюм должным образом не сыграет на балансе. А вот профессионалам он позволит лежать достаточно высоко и не чувствовать себя надувным шариком. Если встает вопрос, сможет ли гидрокостюм выдержать достаточно холодную воду, то не переживайте, на любительских стартов температура воды ниже 16 градусов практически не опускается. А профессионалы благодаря высокому производству тепла организмом во время гонки смогут плыть и в 10 градусной воде в нем. После того, как я правильно пролил гидрокостюм, он достаточно плотно сел. А ворот с подворотом не позволил воде заливаться внутрь во время плавания. Как раз процедура пролития гидрокостюма на ваших экранах. А также подробно в нашем видео, как выбрать правильный гидрокостюм. Ссылки в описании. Что меня насторожило, так это застежка. Она классная, правильная. Все сделано качественно, не натирает. Но молния застегивается снизу вверх. А это прямой признак того, что костюм сделан для любителей. Если злой профик подплывет и дернет за веревочку, то дверца откроется. А это значит, что на пьедестал вы уже не подниметесь. Еще, может я придираюсь, но на костюме слишком короткие зацепы. Ведь профессионалы выгребают предплечьем. А если вы скажете, что эти короткие зацепы для новичков, то я с вами тоже не соглашусь. Ведь начинающие пловцы вообще не делают захват. И кажется, что у них участвует в грибке вся поверхность руки. Это что ж, теперь нужно сделать зацепы из подмышки? Хм, ни разу не видел. И во время работы плечевого сустава, во время фазы скольжения, когда рука вытянута вперед, дискомфортных ощущений нет. А вот сверху, на дельтовидной мышце, в силу того, что компрессия гидрокостюма достаточно высокая, хотелось бы вкладку неопрена чуть потоньше и эластичной для лучшей ротации сустава. Но это, конечно, есть в более дорогих, топовых версиях гидрокостюмов. Для тех, кто не знает, напомню, что гидрокостюм находится в сегменте среднего класса, и стоимость его начинается от 22 тысяч рублей. А теперь настало время посмотреть, как быстро гидрокостюм снимается, ведь это очень важно для триатлетов. Насколько я не профи в этом деле, хотя и мне удалось снять гидрокостюм всего лишь за 25 секунд, я думаю, что у многих получится гораздо быстрее. Ну что ж, подведем итоги и сделаем вывод, кому стоит покупать этот гидрокостюм. Хорошая компрессия, хорошая усадка, достаточно тонкий неопрен в ногах, максимально приближает его к выбору профессионалов и быстрых любителей. Но в силу того, что с застежкой снизу вверх, а для удешевления модели в покрое и вставок неопрена маловато, и это отображается на ротации суставов, профессионалы вряд ли будут смотреть в его сторону. А вот быстрым любителям со средней скоростью выше 1.40 этот костюм покажется очень хорошим, из-за классного сочетания цены и качества. Также он отлично подойдет продвинутым триатлетам, они смогут его быстро скинуть в транзитной зоне. Ну и, пожалуй, самое главное, это в комплекте с костюмом предлагаются перчаточки, как у Тимати. Подождите, подождите, не спешите закрывать это видео, потому что в описании вы сможете узнать, где и когда проходят ближайшие наши любительские соревнования, а также информацию по самым крутым кемпам по всему миру, и, конечно же, места по группам совершенствования техники плавания. А также вы сможете подписаться на нашу группу в фейсбуке, присоединиться к нашему чату в Телеграме и посетить наш сайт silversfilm.ru Ну и самое главное, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик для того, чтобы получать самую свежую информацию самыми первыми. А вот теперь пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok